Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и сегодня я хочу показать вам одну интересную игру. Называется Dwarves Glory, Death and Loot. Я, честно вам скажу, эту игрушку подсмотрел у, так сказать, своих коллег. Хотя, они, наверное, коллега не считают, но мы это опустим сейчас. Игрушка довольно простая, здесь немножко поиграл, чуть прокачался, но... Чтобы было поинтереснее, давайте... Да, я хочу. Или нет? Убери его, ладно, вот новый клан, ладно, да? Тутериал нам не нужен. О чем эта игра? Игра про дварфов. У нас есть отряд дварфов, мы их снаряжаем различным образом. Отправляем их в бой. То есть сейчас у нас вот есть карточки, у нас есть денюжки. Мы можем прикупить что-нибудь, давайте купим. Ну, посох нам в будущем пригодится, купим еще себе одного растяпу. Второго растяпу купим. Одному растяпит этот димпосох, который будет его лечить. И давайте я вам покажу, как выглядит само по себе сражение. Я чуть немножко в ног запутался. Подождите, подождите. Запутался в кнопочках. Давайте. Подождите. Мы нажимаем ту вар. И наши солдаты бегут на солдата врага и дерутся. Все. Как бы гениально, просто. Ничего особого там сложного нет. Давайте попробуем этих побить. Как у нас пойдет дело. Ну, в принципе. Ну, как они медленно тут бегают. Давай, давай, давай. Я вас верю, пацаны. Все. Победили. Возьмем еще отрядик. Подеремся с ним. У них здесь уже лучники есть. Целый один человек. Ну, я думаю, мы справимся. У нас тут тоже есть хиллер. Тут бедолага вообще даже добегать не успевает. Это прям груз. Давайте молот купим. Вот это выберем. И молот, наверное, дадим вот этому пацану. Переднему. А тебя, наверное, так местами поменяем. Наверное, даже так сделаем. И здесь можно, по идее... Нет, нам закрыто это пока что. У нас есть скиллы. Мы вот можем купить, прокачать. Я здесь уже немножко прокачал. Это скилл священникам, чтобы лучше они лечили. Давайте смотреть, справимся ли мы с этими. Я думаю, с этим проблем особо у нас не должно быть сейчас. Довольно-таки. Базовые пока что уровни. Враги слабые. Поэтому какие у нас могут быть вообще, в принципе, проблемы. Ну, в этом вся игра. Просто бегаем и... Снаряжаем своих дварфов. Бежим и убиваем. Название игры, как бы, говорит сама про себя. Просто дварфы. Убивают. Лутают. И идут. Как-то сейчас у нас прям жестковато, я вижу, идёт уже. Пятеро человек прям. Если бы не хиллер, наверное, мы бы все умерли уже. Но хиллер нам прям помогает. Как-то жестко, жестко идёт. Ну, давайте, ребятушки. Давайте, ребятушки мои. Всё. Мы победили. Меня это радует. Что мы ещё можем делать? Давайте поищем. Давайте ещё щит возьмём. Наплечник возьмём. Вот этих мы выберем. Дадим тебе наплечник. Он нам даст интеллекта плюс 6. То есть на интеллект. Давайте дадим его магу. Там интеллект, мудрость. Ага. Дадим щит тебе. Ну, посох. Посох пока оставим. С этим пока делать ещё, я не знаю. Ну, как-то нас уже продавливают потихонечку, к сожалению. Ну, думаю, всё нормально будет. Давайте, пацаны. О, всё. Какой-то там судок выпал. Мы получили кинжал ассасина. Давайте купим ещё одного дворфа. Выберем самых дорогих. Тебя мы поставим сюда, тебя сюда. Дадим тебе, наверное, тоже посох. А тебе мы дадим ножичек. Будешь у нас таким воином. Ну, не воином, как называется. Рогой. Вором. У них тоже, видите, уже есть хилер. Поэтому у нас уже, можно сказать, равный. Только у нас хилеров побольше. Поэтому мы теряем здоровье меньше. Что очень даже неплохо. Но пробиваются они, прям, вижу, очень неприятно. Очень больно пробиваются. Тяжело. Этот бой, может, даже затянулся. Ну, давайте, не позорьте, в честь мундира. Пробейте их уже. Вот, один отлетел у них. Теперь побыстрее пойдёт дело, да? Давайте, ребята. Чуть-чуть осталось. Там 300 монет дают, ребята, давайте. Так, трое осталось. Двое. Один. Всё, победа. Победа. Какой медный шлем рогатый. Красивый какой, интересно. Давайте попробуем вот этих убить. И этот шлем даёт нам силу, ловкость, скорость и выносливость. Наверное, хорошо подойдёт вот нашему первому воину. Я думаю. Ну, давайте смотреть. Здесь у нас как-то побыстрее уже идёт, да? Да, да. Без хиллеров они вообще никто. Их пробиваем моментально. Мы получили ещё один такой же шлем. Давайте купим кинжал. Стальной шлем. Давайте купим, посмотрим, как он. О, молот ещё давайте. С этими поделёмся. Я не уверен, что мы, конечно, их побьём. Давайте это пробовать, смотреть. Этот шлем, он лучше. Ну, скорость атаки он снижает, ловкость понижает. Даёт массу и выносливость, и силу. Ну, как тебе сказать-то? Вроде получше чуть-чуть, а вроде похуде. Ну, давайте, ладно. Нам девать пока. У нас не формация, ничего не открыто пока что. Ладно. Пока что бежать как есть, смотреть. У нас пятеро и шестеро, но у нас есть два хиллера. Поэтому у нас ситуация получше, чем у них. Как вы видите. И они очень быстро отлетели. Без проблем, абсолютно не почувствовали. И нам дают артефакт. Нам предлагают кружку вечного пива. Остановление здоровья. Становится пьяный. Используется один раз забитый, получает Винздом. Угу. Здесь том понимания. 10% опыта за сражение. И получите под один контилект. Это прикольно, кстати. И тонгусский камень. 30 массов, 10 скорости, плюс 1 сила на повышение. Давайте вольфрамовую руду возьмём. Выберем вот этих. И вольфрамовую руду дадим нашему первому пацану. Потому что у нас авангард всё-таки. Зачем пацанам из Ариангарда подобное? Здесь мы можем проиграть. Давайте отступим. Что-то я как-то переборщил. Слишком себя уверовал сильно. Ничего страшного. Тебе мы сразу дадим шлем. И дадим, давайте, такой двуручный меч кайфовый. Посмотрим, как пойдёт. О, как он побежал. Прямо, смотрите. Джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи. И что я могу сделать, кстати? Ещё интересного. Пойнты я могу купить? У меня 4 поинта. Давайте прокачаем варьер. Один поинт. Варьер прокачаем чуть-чуть. Почему нет? И... Скиллс, инвентарь. Инвентарь у нас уже открыт. Это всё закрыто. Всё пока что. Погано. Как есть, пока живём. Ладно. У нас, по идее, сейчас ГПФ должно быть больше. Мы должны без проблем особо вынести всех. Ну, да, как вы видите, они все умерли. Два боевых топора. Спасибо за это, но... Что с ними мне делать, я не понимаю. Вот этот перебор для нас будет. Три хиллера. Ну, давайте. Давайте посмотрим, попробуем. Ну, давайте хоть какой-нибудь шлем дадим, слушай. Это у нас что? Мудрость, интеллект, скорость. Да, у тебя есть, тебе дадим пока что. И пойдём дальше. Поэтому про это как-то игрушка, она не очень такая сложная какая-то. Здесь особо думать не надо, но можно придумать некоторые свои сборки, которые помогут дальше проходить. В этом будущем появляются боссы, разблокируются новые объекты для взаимодействия по типу кузницы, где можно перековывать оружие, магазин и так далее. Поэтому я хочу просто вам показать эту игрушку, если вы её не видели. Может, кто-нибудь захочет поиграть. И если вам будет интересно, как я перевёл его на русский, то пишите об этом в комментариях, а лучше заходите в группу в Телеграме. Там есть у нас специальный чат, где мы общаемся, ну, где я общаюсь с подписчиками. И подписчики общают друг с другом. Поэтому можете зайти туда и задать этот вопрос там. Я вам всё подробно расскажу и объясню, как её сделать на русском, если вам это сильно нужно, конечно же. Ну и самый главный вопрос, который у меня стоит и интересует. Где второй кинжал? А, нет, здесь только один, может, да? Который у меня стоит вопрос и интересует меня. Стоит ли мне дальше продолжать тематику этой игры и пытаться её пройти? Стоит ли её снимать дальше? Или же просто на один разочек вам показать и хватит? Поэтому решайте сами, думайте сами, быть или не быть. Пишите об этом в комментариях, чтобы я это увидел, понял ваше мнение СМ этого всего. А мы пока что дальше будем убивать гоблинов и лутаться. Да, вот эти пацаны, конечно, с двуручей, точнее, пацан с двуручей прям меня радует. Он меня реально радует. Он прям как нож в масло входит и убивает их всех. Красота. Красота. Давайте возьмём. Давайте это попробуем. Красные, стальные плечи, сила, выносливость. Давайте, тебе. Здесь что? Сила, ловкость. Это наши роги. Сто процентов. Ну, шлем на выносливость. Давайте, кстати, почитаем, наверное, как это, если не до конца разобрался, как здесь некоторые моменты делать. А вот. танец лезвия увеличивает скорость на 25 и парирует все входящие атаки ближнего боя в течение 3,5 секунды. Прикольная штучка. Клинок. Танцующий кинжал отклоняется от всех входящих атак до следующей атаки, которая касается его. 30-31, критическое повреждение. Ага, интересненько. Давайте мы весь мусор сейчас продадим. Потому что с ним я пока что сделать ничего не могу, к сожалению. А склад он занимает. И нам, в принципе, уже эти не нужны. Давайте выберем. А уже выбрали. Ну, давайте додраться. Я, конечно, не уверен, что мы здесь дужим. Мне здесь какие-то пацаны лютые щитами уже и пошли. Ну, вроде нас не пробивает прям очень критично, но я вижу немножко нас стесняют. влево. Это не очень хорошо. Но все, пацаны с щитами умерли и пошел просто геноцид гублинов. Просто резня началась. Они нам уже ничего сделать не могут. Вообще, без проблем у всех. Перебили. Идем дальше. Ну, это будет легкий поход. Хотя у них здесь пацан с щитом уже есть, но он им не поможет. К сожалению или к счастью. Все. Без проблем разбили. Получили шляпу крутую. Еще наплечники. Вас давайте попробуем. Шляпку дадим тебе. Наплечники на силу и выносливость. У тебя есть, у тебя теперь будет. Рыцарский шлем, но, как тебе сказать, он вроде прикольный по-своему, но здесь он потеряет силу и скорость, но получит выносливость и массу. давай, ладно. Звучит, на самом деле, не очень плохо. Здесь он потеряет в ловкости, но получит силу, выносливость и массу. Ну, вы у нас авангарды, поэтому на самом деле нужно так сделать. А вас оставим как есть пока. Здесь прям бой равный идет. Надо, наверное, еще будет себя купить гномов, пополнить отряд, потому что насадежу прям пробивают уже потихонечку. Хиллеры пытаются, но мне кажется, они не справляются. На, долгий бой будет. Долгий. Победа. И нам дали волшебный какой-то посох. Что это? Рыторские на плечи. Берем. Давайте возьмем вот этих. Рыторские на плечи дают нам силу и выносливость прилететь. Давайте тебе на выносливость на плечи. Тебя есть и тебе дадим какие есть. Волшебная палочка, да? Это мак урон. У нас не хватает пока для этого людей. Если будет оконить новый дворф, то я ему красок и даму пусть он фаербол на них стреляет. Чтоб там неповадно было. Нормально будет все. Появый топор. Опа, здесь какие-то боссы появились, да? А дворфа мне не хотят давать никакую, я вижу, да? Мм, шляпа на будущее пригодится. Щит, да давай чё. Да давай, магазин у нас есть. Мы можем за денежки улучшать магазин. Улучшая магазин, мы будем увеличивать количество... Будем увеличивать шанс выпадения вещей. Более редко все это улучшил. Шанс выпадения хороших вещей увеличился. Ну да, еще лучше, еще лучше. Денег у меня много. И там еще на каждом уровне разблокируются новые предметы, которые там могут выпадать. Давайте попробуем пробиться. Убить этого босса. Точнее, мини-босса. Ну, нам, конечно, снесли жестко, я вижу. Но мы справимся, я думаю. Нет! Мы потеряли одного. Он прям жесткий, жесткий парень, Да, давайте отступать. Ну его нафиг. Я еще поставил уровень сложности, что если у тебя умирает гном, то он умирает. Потому что, ну так неинтересно иначе. Какой смысл ставить, чтобы у тебя дварфы просто падали в нокаут? Ну, ух ты, какой вархаммер хороший, но двухручный, да? И денег нет. Ладно, давайте вот это пробовать. Это у нас выносливость, мудрость, интеллект. Давай тебе, тебе и хватит. Я думаю, мы не сдюжим их, конечно. Ну давайте попробуем хоть что-ли. Наверное, точно уже как-то двигаться вперед, дальше. Поэтому надо с этим что-то делать. Ну, вроде как, да, последний остался. Самый неприятный такой тип, я бы сказал. Но, мы его победили. Все, шикарно. Мы разблокировались теперь кузню, получили молот гнева. Золотая руда, скорость, 30 золота за каждый уровень. Вот давайте ядовитый флакон. По мне, это прям шикарная вещь. Коневые на плечи, баннер возьмем, шлем. У нас прям закормили, прям закормили, закормили. Поменяйся шлем. Давай, ты тоже поменяешь шлем. У тебя здесь что? Ну, ты как бы рога, тебе не так сильно важна сила, на самом деле. Вот шлем, на самом деле, получше будет, да? Коневые на плечи. Тебе мы точно даем яд. Тут без вариантов. И молот гнева, кстати. Ну, он такой же, да, как у меня здесь был? Блин. Ладно. Переживем как-нибудь. Посмотрим кузню. так понимаю, мы складываем вот так три вещички, нажимаем молоточек и получаем такой же бессмысленный, бесполезный хлам. Ну, давайте переработаем. Что еще? Опа! Зелененький для ассасина. У нас как раз есть ассасин и баннер бесполезный, класс. Ну, хотя бы ассасину нашему дадим. Более крутой кинжал. Шикарно. Осталось только нам выбить еще дварфа. Ой-ой-ой, что я сделал? Нам нужно выбить дварфа. О, господи. Что это? Плечи гнева, да? Стива по семерке дает. Давайте возьмем. Давайте их денег не хватает. Давайте поролим. Опа дварф на денег нет. А можно как-нибудь вот это? А можно, все. Я его заблокировал, мы потом его возьмем попозже. Попробуем с этими подраться. Огня сопротивление 4% это дает плечи гнева, да? Они дают всего по чуть-чуть. Ну, давай тебе дадим на самом деле. Потом дадим тебе. Тебе ни к чему и хватит пока на этом. Ну, 5-8 сражаться конечно не кайф, но мы их, я вижу, прям пробили очень хорошо. Быстрый и стремительный. Получили медный на плечи. Деньги у меня есть, покупаем дварфа. О, еще дварф. Заблокировать. Подождем, подождем. Ты у нас будешь боевым магом, все. Я решил. Ловкость 11. О, это прям то, что надо для рога. Рога прям счастлив будет. Давайте так чуть поменяемся. Ну и попробуем вот этих загасить. Даст бог получится. Я вижу тоже боевые маги есть. Но они прям хорошо нас пронесли. Удивительно, что никто не умер. Прям. Блин, ты прикольный тип. У тебя сколько? Ловкость 2. Ну ты получше будешь. Ты нам не нужен. Все. Ты свободен. Ну давайте в кузню еще зайдем, переработаем лишнее. Может, что-нибудь до выпадет интересно. Опа. Магическая шаг как раз для нашего нового испеченного друга. Угу. Ну, можно еще переработать на самом деле немножечко. О, еще шляпа. Ну это прям нам везет, слушайте. У тебя есть, кстати, они разные немножечко, да? Это на ловкость дает. Да? Это плюс 3 мудрость, а это шляпа ловкость дает, да? Ладно. Давайте хилеров еще поддержим немножечко и пойдем сражаться. И пойдем сражаться. Без проблем пробили, слава богу. Добычи никакой, это что у нас наручи, рыцарские плечи. Угу. Силу и вносливость. Давайте возьмем. О, не, 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 не. Не, 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 не. Это меня убьет. Не, 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 не надо. Давайте тогда вот что-нибудь вот такое лучше. Что-нибудь попроще я хочу, потому что меня убьет стопроц. Давайте ему баннер дадим, пусть баннером бегает красивый такой рыцарские плечи тебе что а у тебя такие же но похуже ладно давайте баннер по идее он усиляет наших бойцов и носит больше урона поэтому пусть будет я думаю нам пригодится давайте вот этих попробуем пробить посмотрим как получится их 9 на 7 ну да 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 хорошо пошло мне нравится он пробиваем их на 2 ручка и 2 ручка я хотел 1 ручку медали 2 ручку чем может да вот так мы немножко поменяем дадим тебе 2 ручку пакте иди брат сейчас посмотрим как он сеть особая способность в ручке бросает топор при посадке который имеет урон 66 82 ущерба и применяют кровотечением дать посмотрим 10 человек жестко жестко но никто не умер даже или умер не никто не умер прям герои мои пацаны прям вообще пацаны ребята прям радуете вы меня даже не погиб никто давайте смотреть медная всего-то лучшим а магазин а не хватает нам немножечко да ну давайте смотреть что это получится ну прям дпс хорошо обсуждают нас но мы вытерпели и мы справились мы красавцы еще наручи и теперь у нас уже точно хватает денег на улучшение магазина возьмем наверно вот этих принципе и посмотрим как пойдет да да хорошо вообще в лед летаем пробиваем все уничтожили просто шикарно у электрик став какой-то прям крутой вот этих попробуем тебя давай дадим все таки электрик став чем отличие атакуют 6 случайных врагов на 3 на 37 повреждения каждый а ты что делал ты наносил 96 стрят одним снарядами который имеет дело но имеет урон 96 повреждений насколько прошибает до 7 врагов 50 процентов шансов их поджечь ну это прикольно но не урон поменьше будет давать лучше все таки трамдору возьмем он будет их молнии бить конечно не будет их поджигать но тем не менее все равно будет носить неплохо на мой взгляд дамагом вот это прям это больно наверное давайте это возьмем все ну вот этого я так понимаю здесь выносливость шляпа дает да и все ну как-то звучит не очень на самом деле на мой взгляд давайте пока баннер дадим дадим все хоть что-нибудь чтоб ты не умер просто сейчас посмотрим нас нибудь бог и убьет щас да ну прямо очень больно вот потеряли да о нет нет пацаны открыли мы хранилище потеряли мы блин пацанов потеряли жалко обидно ну это интересно перо давайте лучше вольфрамову руду возьмем ну и купим еще дворку что остается раз мы их так теряем стремительно у нас потерялся пацанчик и здесь потерялся пацанчик из шмотки с ним потерялись давайте паролем их может найдем подожди давайте паролем можете найдем рыцарские плечи плечи гнева что еще вархаммер да давай двуручный вархаммер возьмем очень о такие хорошие вещи выпадать начали но это мы тебе возьмем дадим тебя двуручный вархаммер будешь ходить пугать я щит возьмем получше и отправимся сейчас в кузню все это мы скомпануем какие-то на плечи интересно давайте компоновать дальше да ладно могло быть и хуже здесь сила выносливость да давай тебе мы и отдадим его почему нет дети такие же все давайте смотреть что будет дальше на все пронесли их прошибли это хорошо а что дает боевой топор мне аж интересно стало давайте паролем чем-то интересный хаммер нет это нас убьет сила ловкость вот этому возьмем может нашим уроке приглянется это тоже мы купим это нас убьет скорее всего давайте вот это лучше возьмем а гном плаща до гном плащ выносливость поднимет силу поднимет стального упадет ну такое да давайте порш пойдем и попробуем перековать и чем-то интересно лук гнева лучники принципе кстати я посмотрел бы лучника каких-нибудь ну как-то гномы не падают пока что блин там о она вернулась все супер-супер маска вернулась стальной шлем пока возьмем кинжала посмотрим различия это что такое плечи гнева да возьмем и давай смотреть что я могу притулить кинжала о хороший кинжал до карты маска убийцы вообще все кроме масса шикарно плащ не очень плечи гнева да получше будет сила упадет хотя подожди давай лучше могу дадим плечи гнева ну да так уж лучше пусть пока что будете отдадим шлем получше и опять вернемся в кузню будем это все перекалывать переделать интересный посох эти посох хороший давайте лучше вот так даже не знаю мнение дай как есть так и будет пока что но мы не закончили давать еще будем перекал переделывать нам спасибо спасибо большое давайте пробовать дальше без проблем идет все это очень стремительно быстро хорошо шикарно колчам давайте и вот наш будет лучника так понимаю выберу наверное вот этих пацанов в принципе лучше пусть стоит и просто ради интереса хочется посмотреть как вообще есть лучники работают что-то не там стреляют он там бьет мы разблокировали формации разблокировали новый форма у какой кинжа какой двуручный кинжал врат но это тебе-то типа к тебе отчеты дело кстати ты у нас наносит ущерб по области отталкивает повреждает и повреждает увеличивается с весом противника не фитина против супер тяжелых даем посмотрим эти одинаковые были это крит шанс это огня сопротивлением было да сейчас посмотрим да может все таки получится ребята до потерь большие конечно столе на того скорее всего нет ну ладно попробуем посмотрим нас прям кушат хорошо но мы держимся мы держимся нас промо сасин хорошо себя показывает он прям убивает просто их убивает конечно давайте формации посмотрим что такое формация ага давайте вот такую формацию сделаем и нравится давайте смотреть как сейчас бой пойдет хотя бы наверное сделала как а у нас двуручную ладно давайте дальше драться 11 человек но но удивление мы хорошо идем моему удивлению идет все даже слишком хорошо давай этих пробовать 13 человек вот могила на так 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 или справимся нет не справились и это была игрушка дворус не знаю насколько она вам понравилась самом деле мне она прикалывает она прикольная интересная потому что здесь прокачка сохраняется то есть я вот отыграл заработал очки и теперь могу прокачаться и мне это нравится самом деле на вас этот очень интересная механика позволяет можно сказать продолжать одну и ту же партию а с вами был свой холд ставьте лайки пишите комментариях о том как вам эта игрушка стоит ли делать по ней прохождение или нет подписывайтесь на канал чтобы не просто не пропустить выход новых видеороликов и также можете зайти в группу telegram который у меня есть там мы общаемся и там происходит анонсы новых видео на этом у меня все спасибо что смотрели до встречи в новых сериях